Всем привет! С вами Лара Шун, коуч по актерскому мастерству, и сегодня я предлагаю вам сделать одно интересное упражнение, оно такое специфическое, которое я взяла из своего курса по раскрепощению, называется «Вкус свободы», 10 уроков, полтора месяца занятий, для того, чтобы человек наладил взаимоотношения с окружающими людьми и в первую очередь с собой. Итак, в чем же заключается это упражнение? Делать мы его будем с вами через взгляд, но это не значит, что у нас будет работать с вами только один взгляд. Нет, когда мы делаем любое упражнение, у нас все равно подключается наше тело, включается наша энергетика, и мы в любом случае будем брать свою атмосферу в зону В и нашего партнера, с кем мы будем с вами работать или делать данное упражнение. Итак, друзья мои, для чего это упражнение? Это упражнение направлено на создание взаимного притяжения, необходимое для таких ролевых взаимоотношений, как дружба, работа в коллективе, встречи различные с малознакомыми людьми, любовные отношения или отношения, которые вы бы хотели создать. Но помним, это не панацея от того, чтобы все-таки учиться по-человечески общаться с другими людьми. Но чем больше вы будете развивать свой взгляд, свое тело, тем, соответственно, вы становитесь эффективнее, намного эффективнее в жизни, тем больше вы будете добиваться. Итак, это упражнение будет состоять из четырех частей. Первая часть – это будет наша боль, вторая часть – это будут наши сексуальные фантазии. Почему именно боль и сексуальные фантазии? Мы все в жизни испытывали боль в детстве или на данном этапе своей жизни, но мы все проходим через это. Все мы, ну, 99% любят заниматься сексом в любом случае. У нас у всех есть какие-то сексуальные фантазии. Это нас объединяет как людей. У любого человека есть боль и у любого человека есть сексуальные фантазии. Сейчас мы это с вами все объединим в нашем упражнении. Итак, когда вы встречаете человека, вы смотрите ему в глаза и находите у него боль, ту же самую, которая есть у вас. Для этого вы вспоминаете свою боль, может быть, вас бросили, предали, может, родители вас унижали словесно или отец вас избивал, может быть, вас изнасиловали когда-то. Вы эту боль вспоминаете и, когда вы смотрите в глаза другому человеку, вы произносите следующее. Ты меня понимаешь, потому что ты тоже проходил через то, что тебя избивал собственный отец. То есть мы говорим коротко, ясно и понятно. У нас нет времени. Мы делаем это упражнение не более 30 секунд. То, представляете, да, вы минуту так смотрите человеку в глаза, он скажет, ты это ненормальный, отойди, пожалуйста, от меня. Поэтому это важно, научиться делать все быстро. Затем наша с вами задача в этот момент объединиться с этим человеком и сделать так, чтобы вы понимали, что он вас понимает. Он как никто другой вас понимает, потому что он тоже прошел через эту вашу боль. Второй этап. Сексуальная фантазия. Здесь важно не брать обычный секс. Это не принесет никакого эффекта. Здесь очень важно подойти к этому упражнению, используя запретный секс. Может быть, даже смену ориентации, рискованные и интригующие фантазии мы берем. И наш партнер участвует в этих сексуальных играх, в этих запретных играх. Тогда будет намного все эффективнее. Просто-напросто ваша энергетика начнет сама по себе зашкаливать. Данное упражнение по умолчанию происходит через ваш внутренний монолог и через воображение. Поэтому, когда вы работаете с сексуальной фантазией, бояться ничего не стоит, ведь ваш партнер никогда не узнает, о чем же вы на самом деле думали. Что же вы на самом деле воображали. Итак, боль, затем сексуальная фантазия, и третий пункт – это будь что будет. Мы не думаем дальше, что произойдет. Четвертым пунктом мы наблюдаем за нашим испытуемым. Возьмите для начала испытуемыми ваших близких, родных, родственников. Ну, чтобы не совсем выглядеть глупо, они вас поймут, что вы там что-то изучаете, да. А вот посторонние люди нет. Поэтому вы сначала попрактикуйте или возьмите просто камеру поставьте и работайте с этим взглядом. То есть отработали этот взгляд, записали, но тогда не будет живых глаз, понимаете. Живые глаза – это все равно что-то другое. То есть живая реакция человека – это все равно другое. Но если не с кем, то можно попробовать на камере. А затем уже делайте это на других людях. Рекомендую сделать это упражнение с уже долгие отношения, и вы хотите всколыхнуть вновь эти отношения. Особенно если у вас конфликт какой-то с человеком, и посмотреть, что будет происходить. Соответственно, это не один раз делаем, а несколько. А если у вас встреча, переговоры, то здесь только делаем один раз. Но делаем, и дальше понимаем, что будет. У нас произойдет в любом случае взаимное притяжение. Хочет другой человек или нет. Почему? Потому что мы все равно иногда используем наше подсознательное. Даже, я бы сказала, не иногда, а зачастую всегда работает наше подсознательное. И подсознательное начнет к нам в любом случае тянуться, испытывать какую-то симпатию. Только еще раз повторю. Сначала мы с вами это упражнение отрабатываем на близких и знакомых. И понимаем, что это работает. И что другой человек на нас очень хорошо реагирует. С вами была Лара Шум. Еще раз приглашаю вас на мой курс по раскрепощению, который называется «Вкус свободы». Также подпишитесь на мой канал, ставьте лайк и расскажите об этом видео своим друзьям. Вдруг оно кому-то будет весьма полезным. Это упражнение я взяла из актерского мастерства. Вот что только не делает актер, когда учится актерскому мастерству. Поэтому обязательно рекомендую все же пройти курсы актерского мастерства. Продолжение следует... Продолжение следует...